Южнокорейские медики заинтересованы в потенциале карагандинского региона. В Караганде состоялась международная конференция, посвященная перспективам сотрудничества медицинских организаций Южной Кореи и Карагандинской области. Организатором мероприятия выступила Ассоциация корейцев Казахстана. Республика Корея занимает восьмое место в мире в рейтинге развитых стран. Наибольших высот страна достигла в области здравоохранения. Средняя продолжительность жизни здесь составляет более 80 лет. Об этом говорили на международной конференции, посвященной перспективам сотрудничества медицинских организаций Южной Кореи и Карагандинской области. А перспективы эти, стоит отметить, большие. Для нас, как для управления здравоохранения Карагандинской области, прежде всего важное развитие новых технологий в нашей сфере. Поэтому основная задача нам найти партнеров для ведущих наших клиник с корейской стороны. Поэтому мы заранее собрали потребности. В нашей клинике проработали с каждой из них. А Институт развития здравоохранения постарался привлечь именно те южнокорейские клиники, которые нацелены и специализируются именно по данным отраслям. Не менее важным на сегодняшний день является развитие государственно-частного партнерства. Ярким примером этому может послужить диагностический центр, открытый в Алматы. Главным организатором конференции выступила Ассоциация корейцев Казахстана. По словам вице-президента Ассоциации, главная цель мероприятия – предоставить карагандинцам и всем жителям региона возможность воспользоваться новейшими медицинскими технологиями, которые сегодня используются в Корее. Мы хотим сюда направить целый поток южнокорейских компаний для того, чтобы наши карагандинские клиники имели возможность транслировать какой-то опыт, транслировать технологии, обмениваться врачами, обмениваться, может быть, какими-то интересными результатами. Очень тесное межвузовское взаимодействие мы планируем, в первую очередь между Карагандинским медицинским университетом и клиниками и университетом Республики Кореи. В завершении конференции был подписан меморандум между управлением здравоохранения и Институтом развития здравоохранения Республики Корея. Во второй половине дня южнокорейские гости посетили медицинские учреждения региона, которые в дальнейшем могут стать потенциальными партнерами по сотрудничеству. Андрей Тенжек, Сылк-Нуртай, Андрей Тимофеев, Первый, Карагандинский.